Вот такой насосик у нас Gilex приехал в ремонт, весь в таком ужасном состоянии. Сейчас сначала в порядок его приведем. Ну вот он наш Gilex, который уже в скреле привезли. Сейчас покажу, что внутри и что с ним происходит. Релец сухого хода, так называемый, на этом, не буду говорить название, слух. В общем, установлено, оно у нас получается до обратного клапана. То есть насос здесь подсасывает, то есть создает отрицательное давление. Ну и здесь, естественно, он никогда работать не будет. Все, что и было, отключили его от сети. То есть вот в таком виде. И пользовались только реле-давлением. И сейчас покажу, к чему это все привозит. А внутри вас ожидает вот такая радость, которая просто, работая без воды, от силы трения, сплавилась, ее свернуло, вывернуло. И это все под замену. И сейчас будем смотреть, что там дальше у нас. В общем, это ожидает каждого, кто неправильно использует насосы. Не знаю, как теперь попытаться крыльчатку прутить. Может, выйдет сейчас. Попробуем. Ну вот, выскочила. Тут все поплавилось. Тут, значит, грани слезало. И здесь тоже есть повреждения. А тут уже видно, что-то пытались сделать, скрывали. Над валом с крыльчаткой издевались, аж пластик побелел. Не знаю, не развалится ли пока снимать буду. Так, ну а тут, говорят, технор насосом и занимался. В общем, крыльчатку поменяли сейчас. Диффузор поменяли. Вот. А здесь, смотрю, у нас, значит, силикончик какой-то. Герметик. Непонятно. Ну это ладно. Здесь уже, да, как говорил, реле сухого кода стоит до обратного клапана. То есть оно здесь вообще никак не работает. Никакой функции не несет. Вот тебе технор, блин. Сейчас, ладно, будем запускать, смотреть. Выпустили насос. Проток отличный качает. Давление отрегулировал на 3 бар. Включение на 2, отключение на 3. Проступаем. Включение на 3.